МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Главное внимание удивили подготовке к саммиту, который состоится в середине сентября в Самарканде. Рассмотрели проекты документов, которые выносятся на встречу в Верхах. Прежде всего, это декларация Самарканда, которая в высокой степени готовности и наши эксперты до предстоящей встречи в Верхах эту работу завершат. Доложит министр, мы ему уже вынесли на рассмотрение проекта, на рассмотрение главной судьбы. Целый ряд других документов, их не один десяток, но, наверное, наиболее существенные касаются дальнейшего углубления интеграционных процессов. И в этой связи выделю два документа. Один – это концепция взаимосвязанности транспортных коридоров. Это очень практически значимая договоренность. И второй документ тоже имеет очень важное значение для нашей дальнейшей работы. Это дорожная карта расширения использования национальных валют во взаимных расчетах. По экономическим направлениям подготовлены проекты и по энергетике, цифровизации, транспорту, связи, инновациям, новым технологиям, здравоохранения. И также большой пакет гуманитарных инициатив. Это и культуры, и спорт, и планируется проводить спортивные игры шосс. Решено вести с этого года новый институт «Паслы Доброй Воли» шосс, который будет пропагандировать, популяризировать нашу организацию. Продолжение следует... Узбекистан Республикасты нешарахай хамколик ташкилоты ишляра бойча. Малий координатор Рахматулла Нуримбетов тихылыш шекулары в Застан малым отберда. Узбекистан Республикасты нешарахай хамколик ташкилоты ишляра бойча. Узбекистан Республикасты нешарахай хамколик ташкилоты ишляра бойча. Узбекистан Республикасты нешарахай хамколик ташкилоты ишляра бойча. Узбекистана Республикасты нешарахай хамколик ташкилоты ишляра бойча. Как известно, что Ташкент – это символ такого изнуряющего зноя, но на самом деле лично я жару вашу переношу просто прекрасно. Это, видимо, связано с тем, что сухой климат. Поэтому в плане климата меня все устраивает. Первая точка в Ташкенте, куда я попала, это, конечно же, местная телебашня, откуда открывается замечательный вид на город. Уходить мы оттуда не хотели, потому что смотришь и действительно завораживающее зрелище. Красивый очень город, мы рады, что здесь побывали. По поводу организации, все отлично организовано, мне есть чем сравнить, поверьте, у вас достаточно все на, не то, что на достаточно, а на высоком уровне. А какие условия именно для представителей СМИ организованы, созданы здесь? Ну, вы не поверите, в некоторых странах в пресс-центре даже иногда не бывает интернета. А вы сами понимаете, для нас журналистов, когда нужно очень оперативно передавать информацию, это просто работа, считай, встала. Здесь интернет работает, чай и кофе для журналистов, что тоже очень приятно, вода. То есть спасибо большое за организацию, потому что действительно самое главное, чтобы была связь. К сожалению, она не везде бывает, у вас в этом плане все хорошо. Здесь собираются министры иностранных дел стран ШОС, которые сейчас в мировой политике играют достаточно серьезную роль. Тем более, как мы знаем, на этом заседании участники, наши дипломаты будут, так скажем, подготавливать почву для грядущего саммита в сентябре, который тоже пройдет в Узбекистане, в частности уже в Самарканде, куда приедут уже главы государств, стран ШОС. И, безусловно, насколько я знаю, одно из предложений – это даже пригласить принца Саудовской райвии в качестве гостя специального на грядущий саммит. Я считаю, это очень интересный для зрителей в том числе. Узбекистан в Сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok